Добрый вечер, дорогие друзья! Наша жизнь – это постоянное соревнование, а зачастую попросту борьба. Иногда свои интересы требуются отстаивать не только словом, но даже и делом, а порою делом весьма силовым. Сегодня мы поговорим с вами о так называемых силовых видах спорта, насколько они опасны, а может быть крайне необходимы нам с вами в бытие, в нашей жизни, в быту, на работе, в бизнесе и даже в искусстве. Вы, наверное, заинтригованы нашим собеседникам. Уверена, что этот удивительный человек, выдающийся спортсмен, личность с большой буквы, конечно же, блестяще ответит на все наши вопросы. Итак, я представляю вам человека, который посвятил всю свою жизнь боксу. Да-да, я думаю, что именно этот вид силового спорта является самым силовым, самым побеждающим. Тем более, что Казахстан лидирует на мировой спортивной арене именно в этом виде спорта. Встречаем заслуженный тренер Республики Казахстан, но самое основное мастер спорта СССР Амурзаков Жамобек. Добрый вечер, Жамобек. Вы в такой прекрасной физической форме, Жамобек, ага, находитесь. Вы так прекрасно выглядите. Но бокс – это же силовой вид спорта. Насколько было легко не потерять свое здоровье в этом виде спорта? Вы сами добровольно туда пошли, или у вас это было что-то династийное? В свое детство, так будем говорить, я вырос в сельской местности. А там что было? Дали мяч и гоняешь в футбол. Я играл в футбол, их неплохо играл. Даже какое-то время занимался здесь в группе подготовки карата, когда приехал сюда. А потом я в 19 лет увидел бокс, это было на стадионе «Локомотив», и там занимался. Я пришел туда, один день походил, другой день походил, мне понравилось. И тренер говорит, будешь тренироваться? Я говорю, буду. А тренер тогда был в Карганде, Алма-Ате, были братья Каримовы. Владимир Каримов, чемпион Советского Союза был. Его старший брат, да, Виктор Каримов. Вот я у Виктора Каримова начал. Какой великий учитель. Один младший брат, чемпион Советского Союза. А старший брат, который я тренировался, был неоднократным призером, серебряным призером чемпионата СССР. Они являлись учениками известнейшего тренера в Казахстане, это Менгирея Харудинова. Я немножко уйду в историю. А их тренировал в свое время немец Густав Александр Киштейн. Когда началась война, его отправили в Сибирь, ну, как обоих всех немцев. А в 44-м году его освободили и отправили в Караганду. И вот он с Караганды в Балхаше тренировал. Ну, кстати, если взять про историю бокса, он, Киштейн, тренировал в Караганде. И в это же время был сослан такой Константин Мулаев. Он тренировал в Алмате. И все алматинские боксеры известные, в котором возраст, это его ученики. А карагандинская школа, это Киштейна. Получается, что сегодняшняя сильная школа Казахстана, она имеет долгую историю победы. Да, да, да. Я могу сказать, что Киштейн, он жил в Москве, тренировался. Мастер спорта СССР в то время. Вот, значит, надо было быть призером Советского Союза. Караганде поднимал бокс. Две школы, будем так говорить. И одна алматинская школа. Константин Мулаев. Кстати, Константин Мулаева я встретил. Они уехали все в 56-м году, когда отменили вот это, всех переселенцев, когда разрешили. Ну, Киштейн уехал в Москву к себе. Мулаев уехал. Я его в Белоруссии встретил. Не в Белоруссии, а за Белоруссией он там что-то работал. В Белоруссии работал, я там его встретил. Так что вот эти вот наши основоположники бокса, вот являются они. Да, у нас есть еще один товарищ, если взять бокс. Это Шохрпултыкулы. Кстати, в данное время проходит турнир в честь него, на его родине. Он получил звание мастера спорта. По ходатайству Совета Министров ему присвоили, Казахская ССР присвоили звание мастера спорта, как основоположнику бокса. Что самое удивительное, этот товарищ, он является художником. Учился, так называемый, хутемас. Это, знаете, были всесоюзные художники, театральные мастерские художники, театральных художников. Вот он как раз, кстати, его жена, народная артистка в оперном театре. Потрясающе. Художник-боксер. Есть такой олимпийский чемпион, тоже художник, да, с Иркутска. Кстати, первый олимпийский чемпион. Обычно же бытует мнение, что люди, которые занимаются силовыми видами спорта, они интеллектуально недалеки, куда им еще, до какого-то художества, в общем-то, да. У них все отбито. Я могу продолжить. Боксеры, говорят, пробитые, как они. Я могу сказать, что бокс, он в интеллектуальном отношении, если взять процентном отношении ученых, допустим, людей со званиями, в боксе больше, чем в других видах спорта. Я знал, в Москве знал людей, там член-коры, академики, которые занимаются. У нас в Казахстане. Могу сказать, был такой министр финансов Казахстана, который занимался боксом в Казгу, когда учился. И вот эти финансисты, которые одно поколение, которые учились в 50-е годы, они все занимались боксом. Вот как вы объясните такую тягу к боксу высокоинтеллектуальных людей? Возьмем того же литературного персонажа Шерлока Холмса, да, Митя? Да. Тоже увлекался боксом. Говорят, тот удары получает, там, то есть, ну, получает удары кто? Это не самый лучший боксер. Да. Человек, который не по... Бокс – это, в первую очередь, защита. Там понятие такое есть. Бокс – это удар, бокс – защита. Если у боксера защита хорошо поставлена, значит, этот человек сохраняет свою голову. Интеллект остается на месте. В связи с тем, что в боксе надо быстро соображать, значит, развивается скорость мышления. Наверняка вы лично знакомы или общались с Геннадием Головкиным? Я с ним не общался. В 2000 году как раз шли Олимпийские игры в Сидни, и параллельно в это время Головкин здесь готовился в Алма-Ате на чемпионат мира по молодежи. Тренера хорошо знаю, который его подготовил. Ну, наверняка, тоже далеко не глупый человек. Какое у вас осталось впечатление о Головкине? Конечно, не глупый. Если бы он был глупым, у него бы столько денег сейчас не было бы. Ну, мы друг с другом, конечно, там, подсмеемся, смехаемся. Я могу сказать, кто меньше всего соображает головой? Я задам вопрос. Футболист. Почему? Объясняю. Это было делать нечего было. Немножко включил физику. И потом им почитал. Вот, говорю, у вас полкилограммовый мяч летит со скоростью 190 км в час и бьет тебя в лоб. Что с твоей головой? Сотрясением мозга. Вот вы сказали, что вы пришли в бокс в 19 лет. В 19 лет. Не поздно ли это? Как сейчас? Вот можно ли в 19 прийти и стать, ну... Я могу привести такой пример. Да. Вот у нас в Советском Союзе был такой Иванов. Он 23 года пришел. Стал чемпионом Советского Союза. Был участником Олимпийских игр 1972 года. Потом есть такой Арчи Мур, боксер. Он 28 лет начал заниматься. И дрался до 56 лет. За границу ездили. Я в Германии встретил одного в профессиональном клубе, который провел последний бой в 60 лет. И потом вот сейчас, скажем, один из богатейших боксеров, считается Формен, Джордж Формен, он последний раз в звании выиграл 52 года. Если просто не в том, что там возраст, интеллект. Безинтеллекта. Есть человек и думает. Вот сейчас я тоже говорю своим воспитатам, вы думаете головой, что вы делаете. А я говорю, что надо сделать, чтобы человек... Вот ты боксируешь с кем-то. Вот как вы задали вопрос такой. По башке я бью, там, со здоровьем. Ну, если он за свое здоровье не отвечает, поставляет голову, это его вина. Естественно. Поэтому я говорю, ты должен думать головой. В первую очередь, как не получить удар. Если человек этого не думает, значит, он и боксер плохой. И, возможно, со временем станет такой, который... Ну, у него мозговый не больше, чем у этого стола будет. Как вы скажете, бокс помогает в другой жизни, не только на ринге? В примерах ваших воспитанников, коллег. Как бокс помогает, воспитывает качество, помогая в жизни? Я могу сказать так. Любой вид спорта, если человек занимается, он помогает. Человек, чтобы чего-то достичь, у него должна быть цель. Это раз. Он должен знать, для чего занимается. И он должен стараться добиваться. Если он не добился, ну, куда и беремедли. А так все, это дает возможность человеку развивать характер. Любой вид спорта. А если он человек как попало занимает, значит, он по жизни. А вот можете ли вы на собственном примере сказать, вот вы были до 19 лет таким человеком, и как бокс вас изменил? Я не заметил. Просто получилось так. Я в 19 лет начал заниматься, и мне где-то в 19 лет забрали на службу. И мне очень повезло. Мой тренер сделал мне книжку. Это в военкомате обязательно спрашивали раньше. И писали в личном листке. И я, в общем, на соревнованиях так не учился. У нас была матча-встреча. Я с одним очень сильным боксером. Я у него выиграл. Он мне говорит, может, тебе в армии поможет. Он мне помогло. Я сразу приехал, а там еще, как повезло, пришел к тренеру. Я на флоте служил. Учебный отряд приехал тренер. Только-только назначили. Он тоже большой спортсмен. Кстати, с моим первым тренером они в одно время боксировали. Все, он меня там взял. И я, кстати, так удачно получилось. Я там показал результат, и мне взяли. Два года я служил в спортивной роте, а потом нас отчислили один возраст. Я потом дослуживал. Призвался я на четыре с половиной года. Ну, служил три года. Мне повезло. 13 сентября 1967 года вышел указ за его подписью сократить службу на один год. Я впервые слышу о спортивной сборной в армии. А вы знали, что такая существует? ЦСКА, это же, по сути же, как раз армейская команда. Кстати, официальное формирование, вот эти начались, они где-то, может, в 60-50-х. Ну, в любом случае, возьмите, команда ЦДК, футбол был, еще с 20-х годов. Это называется ведомственное. МВД, Динамо называется. Это пищевик был, Спартак был. Вот, знаете, они ведомственные. Так что? Силовики спортивные. Бокс – один из видов спорта, физ. воспитания в Англии и Соединенных Штатах. А откуда бокс вообще появился? Бокс появился в Англии. Ну, знаете, нам разные сказки поют о том, что такое, что якобы раньше богатые имели право носить оружие, а бедные не могли, не имели права. Поэтому как надо? От техни шпаги, пистолета надо отмахиваться кулаками. Типа такого было. На самом-то деле, просто это зрелище. Ну, мы знаем, вот у нас сейчас, кстати, казахи могут сказать, что мы это, бокс, придумали. Сейчас много чего. Ну да. Потому что это в любом народе есть чувство силы показать, единоборство. Кто борьбу, какие-то страны борьбой, где-то боксом. Ну, бокс вышел в Англии. И после этого он пошел во все страны. Где-то в 1800 каком-то году придумали правила, которые были вот до последнего времени. То есть правила не меняются? Есть изменения. Сами по себе основа остается та же. А как вы относитесь к женскому боксу? Я сейчас тренер женского бокса. О-о-о! 2008 года женский бокс. И, кстати, официально, вот открыли интернат здесь, в Алмате, я там работаю. Я официально который открыл отделение женского бокса. Тогда было первый год 4 человека было, а потом сейчас у нас в этом интернате сейчас девочки показывают хорошие результаты. Ну, одним из первых, это мои девочки. У меня есть первая чемпионка мира женщина. Казашка. Потрясающе. По боксу. Не одна, а двукратная. И когда она стала первый раз чемпионкой мира? Первый раз стала она в 14-м году в Корее. Все недавно. А второй раз в 16-м году в Астане. А она алматинка сама, да? Нет, она вообще-то... Знаете, этим видом спорта алматинцы не грешат. Слишком миролюбивые мы. А мы такой народ простой. В основном это все с периферийной. Вот, допустим, она сельская местность. И сейчас даже взять многие виды, особенно единоборства, особенно, это люди с периферии. Алматинцы сейчас в последнее время игнорируют. Слабенькие. А раньше было, когда вот Кирштейн потом здесь с Караганды переехал, потом Хайрудин был здесь, да, алматинская школа бокса была одна из ведущих. Не только здесь в Союзе. Чемпионы Союза были, президенты Союза были. Ну, хочется сразу изречь очередную банальность, но, тем не менее, телезрители тоже замерли в недоумении. Как же так? Морда бития и женская хрупкость и красота. Как же они сочетаются? Вот мы смотрим бокс, особенно сейчас. Короче, я иногда ругаюсь, современный бокс мужской деградировал. Вы знаете почему? Раньше было такое. Выходишь, человек показывает технику, может ударить. А сейчас в основе своей на 90% выходит просто махаловка. Кто кого перемашет. Одно время в 70-е годы было такое течение, чем больше махать, тем лучше, значит. Кровище что вокруг? Да нет, там кровища сейчас нету. Вот это художники. Человек, кровь появляется, если он не готов. Получается, почему девочки? Ну, весь мир занимается. Знаете, как вот мог, принял так, будем говорить, гендерную равенство. Значит, на Олимпийских играх любой вид спорта должны быть и мужчины, и женщины. Обязаны, да. Обязаны. И потом его включили в программу Олимпийских игр. Раз включили-то медали, а раз медаль, это престиж государства. Вот сейчас готовимся к следующим Олимпийским играм. Мы сидим, сколько же мы медалей. Сегодня один товарищ мне задает, получим ли мы на Азиатских играх 100 лицензий. 100 лицензий на Олимпийские игры. Это на одних соревнованиях. А еще впереди несколько соревнований. Это по всем видам. Если мы на предыдущие Олимпийские игры получили всего 94. Что такое лицензии? Давайте поясним. А лицензия это допуск к Олимпийским играм, отбор. На каждого индивидуального человека одна лицензия. Да, дело в том, что, допустим, боксеров в мире очень много, будем говорить. Ну, миллионов занимаются которые. Но из них надо определенное количество на высший уровень, высшего ранга соревнований. И отбираются люди, чтобы кто попал туда, не попал. Вот они отбирают. Континентально в соревнованиях и мировых. Вот, допустим, был такой момент в 1988 году. Олимпийские игры в Сеуле. Тогда всех допускали, кто желает. Кстати, Китай впервые участвовал там. Потому что до 1985 года в Китае был запрещен бокс. А когда в 1985 году разрешили, они повезли полную коммунистику. Ну, они пришли, все попадали. И потом Международный Олимпийский комитет сказал, нет, говорит, кого. А там участвовал почти 600 человек. Это очень престижные игры. Не надо, да, не надо. Потому что есть, допустим, страны, которые развивают. Допустим, Америка, Англия, Европа. И многие азиатские страны. Бокс сам по себе престижный. Кстати, и денежный тоже. Есть у нас миллиардер боксер. Нарсионал. Майвезер. А, Флойдман. Да. Потом, все-таки, бокс это вид спорта, который с древних времен. Когда из истории Олимпийских, сколько там веков до нашей эры, когда в Греции проводили, там был панкратион, там разный вид. И туда входил бокс, кулачный бой. И даже есть памятники, есть культуры, есть. Когда сидит человек с этими, с такими кулаками, сидит и задумался. Вот старинный вид спорта, будем так говорить. Ну, единственное, что это, конечно, не казахи, это, конечно, предупреждает. Но бокс же чем-то отличается от русского кулачного боя? Знаете, кулачные бои везде были. Кулачный бой и бокс, да, они отличаются в каком смысле. Кулачный бой, выходишь, дерешься. А здесь есть правила. Там бьешь, как попало. Здесь по правилам бьешь. Потому что, во-первых, почему? Чтобы не нанести травму. Одевает перчатки, одевает. Одно время вот эти подушки одевали на голову. Сейчас вот на руках вместо перчаток подушки. Ну, это для сохранения здоровья. Ну, правда, сейчас пошла такая тенденция, если вы смотрите вот эти ММА. UFC. Убивает друг друга. Ну, зрелищность повышена. У нас в боксе, кстати, контроль намного выше. Травмы не повышены. Были некие смертельные случаи. Ну, это опять-таки по чьей вине тренера, врача. Кто-то допускает больного человека. Вот у нас в Алмате было. Был случай, когда соревнования проводили. Ну, это уже-то вина их самая. То есть допустили спортсмена в плохом самочке? Да, врача. Это пришел, допустим, тренер, попросил врача. Тот, несмотря, расписался. Или вообще нет врача, сам за врачом расписался. Поэтому это самое страшное. Дети есть дети. Вот был такой момент, я вам скажу. Когда отец настоял на том, чтобы сын участвовал, он до этого несколько раз, будем так говорить, падал. Нокаут или нагрузка? Хорошие удары получал, считали, снимали. Молодой большишка, я там 14-15 лет. Тренер говорит, я ни при чем. Отец настоял, отец бизнесмен, дал деньги ему и команде. Ему, говорит, мне пришлось. Получил удар, а у него уже было кровоизлияние. Были гематомы незажившие. И он скончался. Сосуды лопнули. И что? Сам отец оказался таким каким-то он самым. Я считаю, что родители не должны лезть. Допустим, в тренировки. Конечно. Да, родители не должны лезть. Потому что у родителей есть такое свойство. Или они сильно оберегают, или хотят, что его учат сын, или там ребенок. Он должен быть. У них нет ограничений. С родителем вот так должно быть. Женский бокс, он очень красивый. Я как раз начал говорить, что мужики выходят, мужской вид спорта, там машут, как попал, попал, не попал. Женщины, во-первых, физически они слабее, скорость поменьше. И поэтому они выходят, где-то более-менее так смотришь со стороны. Конечно, если тренер не дает, техническое оснащение может иметь. Да, сейчас у всех одинаков. Они идентифицируют, что те, что... Ну, я вот, допустим, смотрю на женский бокс, себя больше любую, чем мужским. Ну, в профессионалах посмотришь, когда большие выходят. А так наши любители не очень-то. Ну, женщины, они по натуре менее физически агрессивны, чем мужчины. Мужчин рулят в тестостеронах. И как же мотивировать? Вот мужчина просто там, и то у них дуэль взглядов перед поединком. А как ваших воспитателей? Так, давайте так. Легкая атлетика. Человек, девочка выходит, стремится выиграть. Правильно? Вот, допустим, как у нас, например, Шишикина. Стремится выиграть. И эти тоже стремятся выиграть. Ну, технически правильно. Там нет такой, знаете, агрессии друг на друга. Нет, просто это чисто, ну, спорт. То есть психически нормальные люди, это женский пост. Там психически ненормальных, обычно они проходят же без осмотра. Был такой момент, у нас одна девочка была. Ну, она немножко такая взрывная. Она с Узбекистана. На таможне таможенник что-то раз, и он взял, и она взяла таможенника, завалила. Она пять лет не могла въехать в Узбекистан к родителям. Ну, вот видите, какой человек. Это не все такие же. Сейчас она является тренером ПЕСНАЗа МВД в городе Астане. Говорят, у нее муж чемпион мира по карате. А так у них в доме ссор вообще не бывает. Каждый боится начать. Я вам такой момент скажу. Ну, знаете, я вам фамилии не буду имена говорить. Здесь один боксер. Мастер спорта международного класса. Хороший парень. Жена у него. Мастер спорта под дзюдо. Вот когда рассказывают, ну, может быть, хох, ну, может быть, и на самом-то деле. Так, когда муж пьяный приходит, начинает, она отодвигает диван, берет бросок, Иван задвинула, и он там отсыпается. Короткий разговор. Ну, а чего ругаться-то? Ну, да-да-да. А вот у нас, которые не умеют драться, те только ругаются. Да, вот так вот саму. Да, что вот такие дела. Вот самое, если когда человек в этом... В аффекте-то. Да, в аффекте, там может не рассчитать. Ну, естественно, право. Поэтому элементарно она приходит, улыбает, она начинает, ну, ладно, иди поспи. Вот я вам еще один такой же пример расскажу. Такая есть Торлопова. Боксер с России. Она серебряный призер Олимпийских игр. Она в 28 лет пришла, сына привела на бокс, сама осталась, сын бросил бокс. Она стала чемпионкой мира и стала серебряным призером Олимпийских игр. В 39 лет. Женщина, видите, как? Да. Мне кажется, Жмабик Ага, что тренировать девочек, женщин, дело очень сложное. У нас же постоянно скачут гормоны, то ПМС, то еще что-то. Как вы находите общий язык с вашими воспитаниями? Вот я, вот, кстати, тоже такой хороший вопрос. Я когда вот набирал, я обычно с психологами даю им, с психологами, психологи мне приносят характеристику. Кстати, это зря, когда говорят, вот у женщин такой вздорный характер. У женщин отличие. Если они что-то делают, они делают, я говорю так, мальчишка тренируется, он взрывной такой, все готов порвать, и быстро иссякает. А женщина, она может с утра до ночи, как вот походе работать. И поэтому я говорю, с девочками надо работать по-другому. Не так там, как обычно с пацанами, там, 5-10 раундов. Ты можешь полдня с ней работать, она уставать не будет. Во-первых, усталость, это, в первую очередь, психически, потом уже физически идет. А женщины в этом отношении более стабильные, более, это самое, терпимые. Я поэтому говорю, что с девушками мне очень просто. Я каким-то образом, знаете, и, кстати, я с девочками начал заниматься, когда уже на пенсию вышел. Поэтому мне дедушки с внуками-то, с внуками-то проще. А какой возраст у ваших воспитанниц? Когда первое начитал, у меня первая группа была 15 лет. Ну, сейчас у нас, знаете, есть положение с 7 класса, вот у нас в интернат. Вот, допустим, есть великолепный боксер, украинский Ломаченко. Он с 6 лет начал, потому что отец у него тренером был. Ну, это не говорит о том, что он с ним постоянно занимался. А просто приходит в зал, в игровом варианте все. И мальчишку он дотренировал, свой сын, вот он единственный, я который знаю, когда отец тренировал и своего сына. И добился. Это вот этот Ломаченко. Мальчишка бегал марафоной, плавал по 10 километров. Ого. Вот, понимаете, за одну тренировку. Вот так вот. И он разнообразный, 6 лет, когда вот у него двигательный навык как раз начинает развиваться, и он оказался очень такой техничный боксер. И лучший боксер. Он был признан лучшим боксером. Он, представьте себе, второй бой дрался на звание чемпиона мира среди профессионалов. По закону вообще не пускает так. До 80-х годов, по-моему, у нас федерация профессиональных... Одна федерация была, ВБС, ну, там еще такие дополнители. Чемпион Олимпийских игр по рангу стоял на 10-м месте. Стал Олимпийский, тебе профессионалы сразу давали 10-й номер. И потом он должен был подняться или опуститься. А сейчас Олимпийские чемпионы выходят 500-600-ы. Ну, поэтому американцы, особенно американцы, они предпочитают профессиональный бокс. Они тренируют совсем по-другому. Я своим-то воспитанникам, когда встречаюсь с тренером, я объясняю их систему тренировок и нашу систему. Они отличаются. Они направлены больше на профессиональный бокс. Профессиональный бокс – это деньги. Хорошие деньги. Поэтому они немножко по-другому тренируют. Ну, а взять вот как у нас ведущие боксеры, великие боксеры будут говорить, страна, маленькая страна, где сколько там, 12 миллионов населения, Куба. Они техника любительская наша, они техничные. А подход профессиональный, и они до сих пор в самой лучшем мире. Они единственное, что могут сделать, продать могут бой, а так у них выгодят. Вот как раз я хотела спросить у вас по поводу продажности боев. Да, насколько это широка проблема распространена? Это проблема, это самый главный бич. Во-первых, продаются бои. Не хочет человек. Но есть люди, которые со стороны, которые могут влиять на результат боя. Вот, допустим, я могу привезти кубинцы. До полуфинала выходят играющие. А после полуфинала начинают прыгать. Почему? За деньги. Почему? Потому что я, насколько знаю, чемпион мира приходит в Олимпийские игры. В свое время его премиальность 300 долларов была, насколько я слышал. А сейчас, допустим, бой за 50 тысяч продал, это у тебя в кармане. Не нужно напрягаться. Есть один такой одиозный боксер. Я наблюдаю со стороны. Все знают такой кубинец хороший. Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира. Он может любому боксеру проиграть, лишь бы деньги заплатил. Специалист по проигрышу, да? То есть он очень великолепный боксер. Не шмагла, говорит, проиграл. Ну, как есть актеры второго плана пожизненно, так и актер вечного проигрыша. Да, но он не вечного проигрыша. А вот когда он так просто не проиграет, бесплатно, то он не проиграет. Такие есть вещи. У нас в спорте есть в любом виде. Сами много сочетаете. Договорные игры, допустим. Да, там договорники, как это называется. Везде есть, как вот даже у нас финансовый, экономический вопрос. Это современный стиль. Никуда от этого не денешься. Единственное, что, как в свое время говорили, сингапурский хозяин, который был, он единственный, который мог. Он даже свой, я не помню, по-моему, отца посадил даже. Ярый противник продажный. Да, да, да. И в боксе тоже. У нас в боксе было так вот. Есть вещи, когда накладки. То есть вот я считаю, за многие годы, это где-то после 70-х годов. Олимпийские игры, которые, я считаю, чисто прошли по боксу, вот в Токио, там выиграли по-настоящему. Да, были кто-то, продал. Ну, это есть определенные. А вот кто выигрывал, был такой момент, говорит, я трех судей посажу, победа моя. Ну, троих куплю, победа моя. Трех судей. Сейчас с этого. Вот почему на этот момент наша всемирная организация была отстранена из-за коррупционных этих. И проводили японцы сами. Представьте, такой был Ватанабе. Он являлся сам борец. Был президент Федерации спортивной гимнастики. Сам борец. А тут организовался соревнование бокс-отбор. Все это прошли. Я был восхищен этой Олимпиадой. Ну, только так может спорт расти. Да, вот сейчас тоже. А следующая вот Парижская Олимпиада, хотя тоже примерно в таком же варианте. Но только единственное, там Ватанабе надо. А тут, видишь, француз, француз алжирского происхождения был, когда в чемпионате мира или Олимпиаде француза алжирского происхождения, он был вторым во всемирной организации. Убрали. За продажность, да? Да, за организацию. Поэтому, конечно, любой вид спорта должен быть чистый. Особенно бокс. Я бы меня вот еще больше всего корежит или как бы коробит, когда над детьми. Когда ребенок выходит в боксик, у него желание. Берут, забрали у него. Тут две вещи. Во-первых, морально на ребенка. Во-вторых, вот эти люди, будем так говорить, я их по-другому на букву П обзываю. Ну, паразиты, скажем. Да, типа паразиты. Да, это насильники детей. Вот я говорю, человек, мой ребенок, ему испортили сам. Человек теряет на два года. Вот человек работает, два года теряет. Он работает год, а ему не дали, выкинули. Значит, надо ждать следующего года. Это два года еще теряет. А представьте, ребенка, всю жизнь я в этом вопросе, я всегда и скандалю, все, я по этому неуживчивый немножко. Меня, как будем говорить, плохо принимают. Жмобек, ага, мы зато вас очень хорошо принимаем, потому что полностью на вашей стороне. У меня младший сын, он в младших классах, сейчас учится, да? И он занимается карате, причем таким южнокорейским, все время забываю, как их называют. Айквондо называют. Кукушинкай карате. Да, и он уже получил первый юношеский разряд, победил в чемпионате, взял третье место, республиканский чемпионат, ему присвоили первый юношеский разряд. Ну, много было. И поехал потом, он в Астану заниматься с тренером. Значит, в чемпионат тоже очередном выступать. И там буквально вот, а я всегда говорила тренеру, ни в коем случае не лоббируйте победу моего сына нигде, никогда. Не давить, не подкупать, потому что ребенок должен чувствовать свои сильные слабости. Да, потому что он психологический. Через практику ребенок учится познавать себя. Ни в коем случае нельзя на соревнованиях детей, не важно, что это, конкурс детского рисунка в детском саду, математики или карате, не важно, что. Если вы будете, господа, подкупать судей и делать так, что ваш ребенок выиграл, например, на музыкальном конкурсе, вы роете ему могилу. Он не может выстроить самооценку. А здоровая самооценка – это залог успешности взрослого человека. Развитие, да. Да, если ребенок не понимает, где у него сильная сторона, а где слабая, где он должен еще работать, вот эта система начинает, ты тут уступи, тут тебя мы засудим, то он сломается. Как творческий человек, как бизнесмен будущий, как спортсмен и так далее. Мне видео с боев присылают, и видно, что, если мой ребенок побеждает со слезами на глазах, ну, честная победа. Если его бьют, он проигрывает. Это тоже честная. И вот поехал в Астану, и он вошел как раз в категорию, когда ему вот исполнилось 8 лет, его поставили в категорию от 8 до 10 лет. Ну, извините, 8 лет и 10 лет – это два кардинально разных ребенка. А там каждые полгода большое значение. Да, и он первый бой выиграл. Мы поставили равного по возрасту, по весу тоже. А на второй бой ему дали 10-летнего мальчика, который весил килограмм на 20 больше. И на уровень у моего ребенка, например, желтый пояс, от того уже, не оранжевый, а коридор, на два пояса выше. Конечно, этот здоровяк его сделал. То есть, понимаете, и тренер мне со слезами на глаза говорил, что вот это специально подставили, а я ничего не мог сделать. Ну, вот я помню, какую травму психологическую понес мой сын. Он даже не хотел заниматься каратой. Он говорит, мама, это же несправедливо. Там мальчик был в два раза больше меня. Я, говорит, сражался как мог, но я не мог его победить. Кто-то буквально нулево сделал. Что там такое, что-то бегает вот тут. Вот это ломает, понимаете? Да, вот это вот категорически. Это ломает и вот этого мальчика сломает, который привыкнул, за него все решает. А деньги и связи когда-то кончатся. С него ничего не выйдет просто. Да, да, вот именно, с него ничего не выйдет. Был такой когда-то момент, когда, вот будем тоже негативный момент, когда омолаживали. Ну, сейчас хорошо свидетельства, там тебе идут, Инна, ты уже сложно. Разве что по документам братишки младшего поедешь. А раньше было так. Я помню даже, как одни товарищи с определенных регионов говорят, а, что, свидетельство, 3 тысячи тенге стоит. Ну, что вот так вот. Это тоже, кстати, ломает очень сильно. Да, вы правы, да. Потому что они не все... Вот они, кстати, потом, может быть, он был бы хорошим, но он уже вот это ломает, и он уже дальше не пойдет. Чисто психология. У любого человека подсознание работает. В первую очередь, у человека реагирует подсознание. Он даже не видит ни часам, но он чувствует вот это подсознание. Вот в первую очередь, если на него постоянно отрицательное воздействие, это же страшно. Или постоянно покупать победы ему, призовые места. Ну, опять-таки подсознание такое. Потому что чувство вседозволенности, но связи и деньги когда-то закончатся, и все, и ты как был ничем, так ничем останешься во взрослом мире. Когда вседозволенность, вообще во всем должно быть дисциплина и определенные рамки ограничений. Вот как раз мы говорим, что английский специалист, когда придумал правила бокса, он бы это сделал для того, чтобы люди в определенных рамках держались и вот эти все свои мероприятия проводили в рамках. Потому что это, во-первых, дисциплинирует, и во-вторых, когда у тебя есть в рамках, ты знаешь, это можно, это нельзя. Нельзя, это, во-первых, со стороны тоже хорошо смотреть на таких людей. Как вы относитесь, Жимабек Аха, к допингу в боксе? Есть эта проблема? Эта проблема, я вам скажу, во всем мире. Я могу сказать, вот мой товарищ, как говорим, Володя, участвовал в 1972 году на зимних Олимпийских играх. А на летних Олимпийских играх в Мюнхене впервые были дисквалифицированы за допинг два штангиста, болгары, в тяжелом весе. Первый был так бой, Христофф такой был, первый тяж, а там сразу после соревнования сразу берут анализы, и его сразу выловили. А Плачков такой был, который в 16 лет становился чемпионом мира по-взрослым, он не стал выступать. И вот с того момента пошло. И я смогу сказать, кто автор этого. Который он, кстати, навредил казахстанской штанге, тяжелой атлетике. Такой тюркелерий. Он тогда был болгариным. Такой тренер, второй тренер, тоже тюрк Абаджиев. Они тренировали сборную Болгарии, и вот тогда началось. И он попал в Болгарию, в Болгарии попал, уехал в Турцию. В Турцию попал, наши пригласили. И он нас так нагадил. Сейчас, будем так говорить, тяжелая атлетика у нас в Казахстане в загоне. Сейчас Олимпиаду допускать не будет. Я, сколько помню, с ней ходила женщина, это биохимик, который подкармливал. Понимаете, это самое. Поэтому допинг, я считаю, это, во-первых, любая вещь, которая извне, которая тебе содействует, это допинг. Даже тебе 100 грамм. Естественно, да. Да, поэтому я против этого. И вообще, я не только я сейчас. Вообще, принципы олимпизма, это честная борьба. Я считаю, что это самое плохое. Ну, вот у нас, будем так говорить, вот такой, сякой, великий, но он опозорил казахстанский спорт, поставил на грань такую. Я, допустим, такой человек, я с ними не здороваюсь, смотришь на них, будем так, потому что не очень хорошо. Ну, сделать такое, в масштабах страны, конечно, это... Я выдам такое самое. Уже время прошло. После Олимпийских игр ездили в Америку, платили деньги, чтобы пробы, но тем не менее, все равно через 10 лет их вытащили, и они все равно вылезли. Все равно дисквалифицировали. А хотя на тот момент были расходы большие. Вот, кстати, что самое удивительное, вот про 100 грамм говорят. Я начинаю, ну, ты что, болтаешь? На самом-то деле, где-то 100 грамм помогает. Любого человека, спортсмена возьми, еще, каких людей? Людей умственного труда. Для них 100 грамм, это средство для восстановления, для отдыха. Представьте себе, человек работает. Я почему говорю, я в Москве учился, одно время занимался научной работой, я знал людей с Академии наук. Я жил в общежитии Академии наук, и когда они приходят, доктора, наук, член коры стоят на троих. Мне казалось так самое, потому что человек, который умственным трудом занимается, у него голова забита, а голова, чтобы работала, она должна расслабляться. И он что делает? Приходит к концу недели, хорошо шарахнул, выспался, мозг отдохнул, и дальше. И вот еще так, конечно, кто услышит, скажет, что дурак, это вполне житейский. Дурак, что ли? Чего он рассказывает? Вот пиво. Кстати, профессиональные спортсмены, которые, за ним большие нагрузки, они потребляют пиво, потому что я в 70-х годах приезжал к нам в институт, с лекции приезжал доктор наук, Сенкор, из института возрастной физиологии. И он рассказывал вот такое, чтобы человек восстановился, говорит, что надо сделать? Ну, там вот, то есть, то есть. Массаж, банин. Вот он говорит, знаете, кружка пива, он, говорит, равен по восстановлению процесса целой туши барана. Понимаете, вот у меня вот этот самый. Это элементарно, потом на себе это все испытывал. Я все, что-то не делал, я все на себе испытывал. После тренировки выйдешь усталый, выпил кружку пива, ноги все начинают, и уже через час уже чувствую себя свежей. И вот все вот профессиональные спортсмены, хоккеисты, больших ренокурс, они все потребляют пиво, это просто не афишируется. Ну, и в меру, опять же. Да, это все в меру, это все в меру, конечно. А мне вот интересно, вот мы говорили про кубинскую школу, чем так отличается, ну, я не знаю, что делают тренеры с кубинцами, со своими наставниками, что они показывают такие результаты, и почему это нельзя сделать, допустим, ну, не, у нас делают, у нас тоже Казахстанская очень сильная. Кое-что делает, да. Я могу объяснить так, когда пришла советская власть, ну, наши, начали помогать же, и вот туда специалистов отправляли. Кстати, я знаю тренеров, которые первые ездили в Московское институт физкультуры, потом такие тренеры ездили, там даже был такой один, который все говорит, я с вас всех Стивенсона буду делать. Факт тот, что главный тренер, который у них, первую медаль заработали в 68-м году, такой Горбей был. Вот он завоевал серебряную медаль, проиграл нашему олимпийскому чемпиону в финале. Такой Лагутин был, знаменитейший боксер был. А он учился в Советском Союзе, но он никогда по-русски не разговаривает. Вот он знает русский язык, закончил наш институт, но он никогда не разговаривал, он только разговаривает по-испански. Дальше к нам приехал, вот у нас есть один товарищ, который его пригласил, там, как тренера, 75 лет. Вы кого-то там приглашаете, я сразу Сагару пригласил. Ну, хоть бы от Сагара что-нибудь узнали. Он у него спрашивает, может поехать на Олимпийский? Он говорит, не знаю, я только начал работать, вот так он говорил. Понимаете? Вот Советскую школу, технику, а систему самого подготовки американская. Понимаете? Сделать такой симбиоз, потому что у нашей школы, советская школа, бы очень техничные были ребята. Ну, будем так, это европейский вид. Если, допустим, англичане чисто классики были, у нас более-менее, тем более у нас много республик, каждая республика где-то что-то вносила. У нас казахстанские боксеры считались одним из ведущих. И, кстати, стали в 91-м году, выиграли Спартакяду. И вот тогда, вот они когда сделали это, они поняли, что к чему, и они так тренируют. А у нас начинает, вот такой момент приведу, в 68-м году готовились на Олимпийские игры. Это была Мехико. Высота почти 2000-1900 что ли метров была. Его готовили, я знаю ученых, которые занимались подготовить. Дембо был, такой физиолог, биохимик Яковлева. Целые институты работали. Научные институты. Ленинградский, Московский институт, Киевский. Они все работали на это. Для того, чтобы, ну как, поедем мы на такой высоте, что должны делать. И тогда нашли место, где готовиться. Это в Армении Цахадзор. На высоте 2100, по-моему. Вот они там готовили. И наша команда, советская команда, заняла первое командное место. Представьте, вот это самое. После этого наука двигалась. Я вот слушал одного врача, такой есть Бубновский врач, который выступает. Недавно я слушал, его говорит, знаете, раньше была спортивная медицина. После 70-х годов ее не стало. А тогда вся спортивная медицина, физиология, все работало на Олимпиаду. И вот как раз в 72-м году приезжал этот товарищ, физиолог, который работал. А спортивная физиология, медицина, это где-то с 30-х годов. Спортивная физиология, тогда двигательная физиология называлась. Братья Бернштейн были в Москве. Вот они, организаторы. Один из них был руководителем нашего знаменитого боксера. На диссертации Нурмахана такой был, спокойный. Вот он у него был руководитель. Это братья Бернштейн. А потом пошли очень много ученых, которые работали именно на спорт. Там спортивная физиология, возрастная физиология, детская физиология. В общем, вот эти науки, они стыковались и определили все. Вот, допустим, сейчас женский бокс. Я почему тоже говорю, на основе вот этого я занимался в свое время, так будем, физиологией занимался, спортивной, даже гистологией занимался. Я потом могу определить, почему как с женщинами работать. Говорят, вот они такие себе. Для меня самый лучший контингент женщины. Просто с ними надо уметь разговаривать. Ну, это точно. Когда ты умеешь с ними говорить, самый лучший контингент. Они выполняют, они не устают. И они, кстати, результата быстрее. А когда парни выходят жесткие, такой, знаете, костлявые, мышцы такие, бывает дерганые. С ними трудно, а с девчонками проще разговаривать. Жумабек, а в завершение передачи пожалуйста, выскажите свои несколько пожеланий, пользуясь тем, что вы в эфире, нашему государству. А как бы вы хотели, чтобы государство помогало боксу в нашей стране, в Казахстане? Про государство я скажу. Тоже получаю вот эту государственную самую стипендию, пожизненную, которую. Вы знаете, раньше работали профессионалы. Профессионалы работали. Руководцы везде. Сейчас, извиняюсь, приходит кто кому понравился. Вот я могу из этих руководителей, которые спорта вот последний, вот был такой Ель Мегеев Талат. Он сделал для нашего спорта, для спортсмена больше, чем кто-либо из предыдущих и последующих. Он единственный. Он сделал. Он сколько там, два или три года был, но он сделал столько. Ну, могу привести примеры. Да. стипендии, квартиры, машины. Поощрение, официальная сумма это при нем была. Ну, а пожелать, что я могу? Должны работать профессионалы. Ну, представьте себе, пришел к министрам, которые всю жизнь сидел в канцелярии, занимал общей политикой. Он спорта не понимает. Вот представьте себе, придет на завод директором, ну, кстати, такая же говорит у нас, кто только не командовал, как его называют, канализациями. Принтехниками. Это там, ну, это же абсурд же. Должны люди специалисты быть. А когда они специалисты приходят, он же не понимает. А тем более, еще что у нас? Очень плохо, они все временщики. Они пришли, там год-два отсидели, смотришь, ушел куда-то в небытие. Или пошел там в какую-то другую структуру, тоже неизвестную структуру. Поэтому я считаю, что у нас для спорта что нужно? В первую очередь, наладить руководство, понимающее руководство. А понимающий, человек, который знает спорт, он будет знать чаяния спортсмена и помогать будет. А другой, он же не понимает, он считает, что это самое. Я считаю, я желаю вот это. А спортсмену что я могу пожелать? Успехов. Было больше людей, которые бы получали вот эти государственные пособия. Жамабек Ага, огромное вам спасибо за ваш такой удивительный, знаете, завлекательный сторону спорта, сторону бокса, за визит, который наполняет желанием физической культуры, физического расцвета, физического самосовершенствования, не только себя и своих детей. Я вам желаю крепчайшего здоровья, Жамабек Ага, самому, чтобы все ваши родные и близкие были живы, чтобы ваши воспитанники и воспитанницы вас слушались, были всегда вам верны, преданы, благодарны, и чтобы многие из них несли знамя триумфальной победы на Олимпиадах мира и благодарили на весь мир вас, своего воспитателя, учителя, наставника, тренера. Благодарить вас. Свою стадию к родину. Конечно, в которой и живет такой замечательный тренер. Спасибо вам. Спасибо вам тоже. Друзья, спорт, конечно же, сейчас лидирует в сферах, который выводит Казахстан на уровень мировой широкой известности. И, наверное, нам с вами на всех уровнях от индивидуального до государственного следует приложить все возможные усилия для поддержания этого процесса, чтобы он стремительно набирал обороты, и чтобы мы гордились все новыми и новыми именами спортсменов, в том числе и боксеров, которые будут являться гражданами замечательной, всеми нами любимой страны Казахстан на мировой спортивной арене. Я желаю вам всяческих побед в добрых делах вашей жизни, не только в спорте, а также оставаться счастливыми и всегда быть с нами. Спасибо. 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 Спасибо.